Игра была равна. Хотел бы еще что-то сказать, но не буду добавлять. Играли чисто. У нас немножко сломалось. Игра, конечно, после травмы. Футболиста немножко. Много у нас травм. Сейчас, к сожалению, не могли мы поставить оптимальный состав. Карточки получили два футболиста и основной нападающий, и защитник. Но я доволен результатом, потому что на сегодняшний день это самый приемлемый результат. Потому что, тем более, Одесса. Одесса есть Одесса. Команда премьер-лиги. Команда с традициями. Команда, которая, наверное, тоже планирует что-то. Так что результат. И он и по игре закономерен. Так что, я думаю, ничья. А дома и устроила и нас, и, наверное, соперника. Соперник, наверное, хотел бы дома выиграть. Но это уже другой вопрос. Цель вашей команды в сезоне? У нас одна цель – вернуться в премьер-лигу. Мы не отказывались от них даже после неудачного старта. Потом у нас еще небольшой был провальчик. Но бывает, футбол не бывает все время на выигрышах. Самое главное, что мы правильно поняли, дождаться нам, главное, зимой. И там дальше будем решать вопросы. Я слушаю. О, здравствуйте. Здравствуйте. А в Закарпатье проблем много вообще? Проблема, проблема. Не знаю, если бы можно было разговаривать. Это, наверное, поезд бы без меня поезд. Нет проблем. Мы находимся вверху, самое главное. Нам главное – до зимы дожить. Зимой наверняка мы что-то переделаем, что-то добавим, что-то кто-то подлечится. И во второй части будет немножко легче. Потому что долго мы раскачивались. Очень неудачно еще раз говорили, стоптанули. Но что не делается, то делается к лучшему. Самое главное – сегодня мы взяли очко. Хотя, еще раз говорю, я ожидал от команды Черноморец больше. У нас были свои причины, проблемы, потому что очень много футболистов отсутствовало. А так, всем спасибо. Жду приглашения в Черноморец, но вы не приглашаете. Я ему иду просто попить пиво на Дерибасск. Счастливо. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Ну, игра получилась тяжелая, хотя начало было за нами полностью. Но потом почему-то игроки решили опять сесть в оборону и получили практически, я считаю, что быстрый облответку. И потом полтора тайма уже, получается, играли, преодолевали оборону соперниками. И, конечно, и моменты, и преимущества территориальные. Но футбол не забили. Не забили. Скажу честно, нам не хватало Паши Рябинка на левом фланге, потому что не было той остроты. Не хотелось там сильно менять оборону, решили Буряка поставить, более опытного. И Бабко оставить на месте, хотя он и сыграл был в обороне неплохо, с подключением, но... И имеем то, что имеем. Замены сделали, в принципе, это практически все, что у нас есть замены. Я имею в виду атакующих игроков. Здорово, что он неудачный, опять замена. Балашов вышел, он немножко обострил. Это, я говорю, учится. Я даже говорю, что его выпустишь, он, наверное, пропадает. А сейчас сегодня выпустил. Неплохо вошел в игру. Может быть, надо было раньше чуть-чуть выпустить. Но это так. Сейчас Шо уже говорит. Ну, сейчас после этой игры, получается, ситуация в верхней части таблицы еще больше запуталась, обострилась. Ничего страшного нет, ничего страшного нет. Если считать там турнирного положения, значит, надо брать очки на выезде. Осталось две игры сложных, выездные. Ну, будем стараться брать очки на выезде. Но другого выхода нет. Единственное, что опять повторюсь, чтобы преодолевать оборону, значит, надо игроков чуть класса повыше. Ну, есть, есть, там, Палятелло, есть Васин. Нет такого игрока, который мог бы дать эту последнюю передачу. Все, мы там где-то стараемся. Нет, концовки нет. И дальних ударов? Дальних ударов сегодня тоже практически. У них полудара, но вот так вот. Дальних ударов не хватало сегодня. Игроки что, не решаются или не умеют издалюбить? Вашу бытность игрокам, дальние удары в каждом матче... На тренировке они бьют очень хорошо. Здесь, во-первых, надо, чтобы набраться смелости пробить, чтобы освободиться от соперника пробить. И надо находиться в той точке, где окажется мяч, чтобы пробить поворотом. Здесь много разных. Но здесь уже включается психология, а там же штрафная, там же опасно там. Надо бить издалека, понимаете, нам не хватало. Вратарь сегодня у соперника сыграл неплохо. Пожалуйста, Ваши. Никитич, вот «Черноморец-2» ушел, как бы не то что в отпуск, не закончился свой компионат. Команда тренирует сейчас как бы в «Есте». Планируете ли Вы в выездных матчах использовать игроков из резервного состава? Возможно, у них больше сил, желаний? Мы бы и сейчас взяли бы одного, точно бы взяли, значит, с Линкина, но с ним надо решить по здоровью его окончательно. Так он очень нам нужен, этот игрок. Ну, есть там, я говорю, что есть и колода, у которых мы планируем, в принципе, планируем брать в команду. Команда, вторая команда тренируется, потому что на всякий случай, если кто-то выпадет к нам, они будут до конца чемпионата нашего тренироваться, и мы рассчитываем там на 2-3 человека, там есть Гавриленко есть, Свердюченко. Еще есть вопросы? Спасибо, друзья, спасибо.